Доброго вам дня, дорогие зрители! Сегодня уже 21 декабря, и я думаю, самое время покупать подарки для близких и друзей. Да и ёлку, собственно, пора уже наряжать, иначе куда же складывать все эти праздничные коробки? А скажите, вы помните, что дарили и получали вы на Новый год лет 10-15 назад? Вот я не очень помню, поэтому сегодня приглашаю вас на нашей телевизионной машине времени отправиться в прошлое и посмотреть, какие же подарки были тогда самыми желанными. А отправиться вместе со мной в путешествие я пригласила гостю замечательную во всех отношениях. Алена Комар – это многодетная мама, это известный в Раменском блогер. А теперь внимание, дорогие друзья, это работающий на заводе инженер-конструктор и красивая женщина, которая прямо сейчас проходит курсы, чтобы научиться искусству быть моделью. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Вы действительно, когда я стала готовиться к эфиру, была поражена вот эта информация о вас, и сразу возник вопрос. Скажите, пожалуйста, когда-то вы загадывали на Новый год, чтобы быть звездой, чтобы вас приглашали вот так на радио и телевидение? У меня это было где-то-где-то в подсознании, но я даже, честно, не решалась себе озвучить вот это вот такое желание. Поэтому здесь вот сейчас находиться – это просто какая-то высшая точка желаемого. Ну, я думаю, вы сейчас выучитесь на модель и будете почаще оказываться в таких вот ситуациях, каких-то телевизионных, праздничных. Так что не загадывайте, что это крайняя точка, всё ещё впереди. Спасибо. Вы мама троих мальчиков, мама троих сыновей. Я искренне вами восхищаюсь. Спасибо. Если мы сегодня говорим о праздниках, то вот эта армия мужчин дома, да, то есть муж, трое сыновей – это хорошо, когда приближаются праздники, или не очень? То есть вот генеральная уборка, накрыть праздничный стол – ваши мужчины вам помогают? Помогают, да, причём активно, особенно что касается декорирования квартиры. Это дети прям всё, они молодцы, они впереди планеты всей, у нас лампочки висят с ноября дома, чтобы вы понимали. Поэтому они это ждут, они помогают. В уборке тоже они сейчас уже достаточно взрослые, старшему 12, младшему уже 7, даже с хвостиком. И я уже могу им поручить что-то убрать, помочь мне. Поэтому, да, помощники у меня активные. Ну, то есть это тоже можно расценивать как некий подарок к Новому году, да? Да. А что ещё вам дарят? Что мальчики дарят мамам? Мои мальчики, как правило, у них лучший подарок сделан своими руками. Они любят рисовать, они делают какие-то сногсшибательные открытки и мне, и всем родственникам. У нас уже такая стопочка накопилась приличная дома. Они вот любят рисовать. Ну, замечательно. Это очень приятно, когда вот, как маме, да, получать вот этот подарок своими руками. Я предлагаю сейчас отправиться в прошлое, посмотреть сюжет, который вышел в эфире Раменского телевидения в этот же самый день, 21 декабря, но в 2010 году. И мы с вами посмотрим, какие подарки дарили тогда. Давайте смотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Беги вперёд. Здрасте. Здрасте. Не про спряжение по чему-нибудь, да, не про нарядки, а это идёт вот именно, ну, от души. Спасибо. Пускай они кушают. Так, вручаю вам вот открытку. Спасибо. Ну, и такой вот подарок всё-таки, который уже, ну, более такой серьёзный, как бы, я думаю, мы думали, что же подарить, ну, у меня тоже трое детей, и все любят танцевать, да, под музыку и так далее. Поэтому я вам вот от всей души хочу подарить вот этот музыкальный центр. Я понимаю, может быть, что у вас есть, но я думаю, много это не будет не лишним. Спасибо большое. Да, вручаю от всей души. Проходите, проходите. Олочка. Вот она. У нас когда заступаются, когда берутся, когда... Ну, это хорошо, как и в любой нормальной семье. От всей души, чтобы у вас всё было хорошо. Счастья вам. Спасибо. И вам. Всё. Всего хорошего. И с наступающим новым годом. Спасибо. Мы много говорим о развитии нашего государства, о развитии нашего общества, но мне кажется, оно не может развиваться, если нас будет мало. 13 лет назад, да, вот этот большой музыкальный центр был таким желанным подарком, да, и видно, что люди рады, что это очень приятно. Алена, а вот для вас вспомните, какой подарок в жизни из тех, что вы получали, был самым желанным? Мне было, наверное, лет семь, и мне подарили Барби и мебель для Барби. И я помню, как 1 января я проснулась рано-рано и ждала, когда проснётся моя сестра, потому что ей тоже подарили Барби. И когда мама проснётся, и вот уже можно будет шуршать, шуметь, и доставать эти наборы, распаковывать, там, расставлять эту мебель. До сих пор я помню, прям вот я помню этот момент распаковки этих подарков, этих кукол. Я прям вот чувствую, да, представила этот момент. А когда вы стали взрослой, когда вы стали мамой, какой подарок вспоминается? Когда вот я стала мамой, у нас как-то основной упор пошёл вот так вот на детей, на подарки. А мама, ну, наверное, мама сейчас, многие меня поймут, что так, да, мне ничего не надо. Есть такое, да, у мамы есть. Самое главное, чтобы дети были, да, довольны? Да, поэтому я вот именно вот на подарках, я отрываюсь сейчас на детях. Когда были поменьше там игрушки, вот я помню, я подарила детям наборы инструментов. Причём они такие прям были вот прям как настоящие, как взрослые. Тоже вот они распаковывали эти инструменты, там, что-то крутили там сразу, там, потом ходили по квартире с этими шуруповёртами. А ещё я им как-то дарила набор ветеринаров с беленькими собачками. А сейчас у нас тоже беленькая собачка. Как-то так получилось, что мы её визуализировали вот тогда, лет уже, наверное, 7 назад. Тоже очень им понравилось. Я, знаете, почувствовала вот эту разницу, то есть вот чему бы порадовалась девочка, да, вот Барби, домик для Барби, для мальчиков. Мама уже, я чувствую, хорошо разбирается, да. Да, набор с инструментами, там, лего, наверное, там, роботы. Да, лего, да, кстати, тоже. Лего, роботы, костюмы роботов как-то тоже мы дарили, тоже прям счастье было. Ну вот возвращаюсь к тому, что вы многодетная мама, и мне кажется, когда в семье так много детей, это создаёт, ну, массу каких-то забавных ситуаций. Вот на Новый год вспоминаются какие-то смешные истории? Как-то был случай, мы с подружками, у нас большая компания, во дворе мы вот 10 семей дружим, и мы решили, ещё когда дети были совсем маленькие, скинуться купить костюм Деда Мороза, и так по очереди друг к дружке ходить по домам, и вот папы наряжались. И потом мы решили ещё, там, почему-то не получилось, чтобы к нам кто-то пришёл. Папа позвал, муж позвал друга переодет, вот переодели мы его. И он к нам пришёл с детьми, там, всё, поиграл, там, го-го-го, стишки они ему рассказали, он подарки вручил. Он говорит, ну, всё, я пошёл. И они такие, дядя Юр, да ладно, оставайся. Ну, как дядя Юр? Раскрыли, сразу раскрыли, да? Да, детей не проведёшь. Интересно, как, по голосу, наверное, да? По голосу, да. Алён, как блогер, что вы приготовили для своих подписчиков, чем хотите удивить на Новый год? Пока секрет. Про этот год я не расскажу. У меня в прошлом году был очень интересный такой обмен подарками. Все желающие писали в комментариях к моему посту, кто что хочет. Ну, какая-то такая безделушка, которая, в принципе, так вот просто и вроде как рука не поднимается, там, и неохота покупать, там, заморачиваться. А, ну, вот всё равно хочется. Хочется. Вот чисто так для мамочек, для девушек. Вот, и писали желания. И кто-то вот потом писал в ответ на этот комментарий, там, я твой не тайный Дед Мороз. Ой, какая прелесть. Да, и вот у нас шёл такой обмен подарками. Причём мы выбирали с маркетплейсов, чтобы удобно было с доставкой. Так, не связываться слишком уж сильно. Вот, очень всем понравилось. Согласна. И согласна с тем, что вы сейчас не раскрываете интригу, что вы приготовили, я думала, ну, вдруг, ну, вдруг намекнёте. Может быть, рецепт какой-то новогодний. Всему своё время. Всему своё время. Хорошо. Алёна, у вас сейчас есть возможность поздравить с наступающим Новым годом не только своих подписчиков, но и наших зрителей. Поэтому у вас собственная камера перед вами. Какие слова найдёте? Поздравляю всех от всей души с наступающим Новым годом. Желаю, конечно же, огромного счастья, крепкого здоровья. Я, как мама ещё не взрослых детей, знаю, насколько ценно детское здоровье, насколько это важно и мамам, и папам, и всем, всем, всем. Вот, чтобы дети были здоровы, чтобы чаще гуляли, чтобы чаще отдыхали, чтобы папа их хватал и забирал на горку, а мама оставалась дома в тишине, на диване. Вот этого я тоже желаю всем мамочкам, чтобы было время на себя, на какие-то свои увлечения, просто на отдых, на крепкий сон. Вот. Ну, всего самого наилучшего, добра и счастья. Какие вы точные слова нашли именно для мамочек. Я вас слушала, думаю, ну вот у меня уже дочь выросла, я бы так, конечно, не сказала, как вы. Для мамочек, у которых ещё маленькие дети. Алёна, спасибо вам большое, что вы пришли, с вами было очень приятно общаться. Я искренне желаю, чтобы то, что вы хотите получить на Новый год, подарки материальные, подарки духовные, душевные какие-то, да, чтобы вот вы получили то, что вам хочется, то, что по душе. Спасибо большое, взаимно, мне тоже было очень приятно. Спасибо. Коллектив Раменского телевидения дарит вам, в свою очередь, музыкальный подарок вам и нашим зрителям. Давайте посмотрим. Давайте. Есть на свете место, это знаю точно, Где цветёт волшебный, сказочный цветок. Цветик, семецветик, мой король цветочный, Дарит детям чудо, каждый лепесток. Каждый лепесток. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, Через север, через юг, возвращайся с тела в круг. Лишь коснёшься ты земли, быть по-моему велик, Быть по-моему велик. В песнях и легендах он растёт, наверное, Он цветёт в прекрасных сказочных мечтах. Знаю, что однажды, унесённый ветром, Радугу надежды, он зажжёт в сердцах. Он зажжёт в сердцах. Лети, 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 лепесток, через запад на восток, Через север, через юг, возвращайся с тела в круг. Лишь коснёшься ты земли, быть по-моему велик, Быть по-моему велик. И когда над миром упал свой чудесный, Цветик сими цветик ярко распахнёт, Станет мир прекрасным, солнечным и светлым, И в тот миг волшебный счастье к нам придёт. Счастье к нам придёт. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, Через север, через юг, возвращайся с тела в круг. Лишь коснешься ты земли Быть по-моему велик Быть по-моему велик Быть по-моему велик Быть по-моему велик Быть по-моему велик